сначала нужно определить вообще вот я всегда говорю что мужчину определяет результат из ты делать что хочешь там двигайся любыми путями любыми целями там открывайся двери но ты в конце то смотри как бы куда ты вообще приходишь есть какой-то результат от тех действий которые ты вот как я пять лет там пытался что-то делать ну как бы с одной стороны тоже неплохо деньги зарабатывались и рубашки надо было что-то покупать чтобы стоять в проходе на в ночном клубе короче там светится 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 уже волосы выпали ты все стоишь там светишься и надо понимать что как бы менять рубашки там менять машины как бы если ты счастлив реально ну как бы вот если в твою тачку садятся эти тёлки если на твою рубаху там клюют эти тёлки это хорошо если как бы результата нет как бы это видимо не очень хорошо но это нехорошо потому что какой-то момент ты можешь оказаться без тачки и без этой рубахи не знаю и ты поплыл ну то есть это конечно все эти как это умное слово блять но это всего лишь пример то что вот это вот тачка рубаха какая разница тачка рубаха коттедж у тебя там многомиллионный счет и все это херня потому что ты спроси себя даже если это работает потому что это часто еще и не работает если у меня сейчас это заберут дальше то чем будет думать о том что это не заберут нет смотри тут хорошие примеры есть володя просто даже ты находясь в хорошем финансовом состоянии там приезжаешь куда-то там отдыхать в отель какой-то в дорогой отель у тебя никто ничего не забрал тебя бабки есть но ты просто в шортах там да где-то там сланцах в обычных уходишь на руке то короче это как-то не знаю угло или что там патек филипп паттаевке на пляже вот как я уже сказал все отдыхаются и чилят какой-то тип нерусский он точно был блять в плавках и адамар пигейли у него да это нельзя сдевать короче не я в панера и тоже загораю но я загораю потому что он этот водолазные часы хотя я в них столько не разу не плавал а там будут чисто такие вот вечерние часы можно сказать он на пляже в ней гонял вообще не к месту было и это не помогало ему недавно в шоколаднице это к этой теме сидел такой чувак тоже какой-то с горы у него просто вот такие браслет толщиной не знаю со что из золота и он все время как-то вот так изящно пил чай там чтобы сука ну я так подумал а блин он весь вот это да он настолько его вот демонстрировал блин или потому что и у него есть вот некое представление о том что ну вот почему так это его представление раз он это демонстрирует значит он где-то получил эту информацию в свое время кто-то там ему сказал что или он видел как его крутые друзья ну там я тоже смотря фильмы про пикаперов там потом пытался покупать одежду которые не носят чтобы вжиться в роль вот так вот вот в это я думаю что я куплю пиджак там какой этого чувака и вот мне будет также фартить потому что он там ходит и в определенных шмотках дело такой смысл вкладываешь до некоторые просто думают что если как шкляр себе купил эту верту и для него было просто ну прям шоковым из всех моментов когда он приехал в самару с этим телефоном а есть верта узнаваемо есть такой новый такой знаешь какой-то он пиздатый весь ну такой экран экраном там где-то сзади короче такой современный верту короче когда он у него была логика такая я буду протягивать телочкам телефон чтобы они записывали свой номер после общения и это уже будет такой последний контрольный выстрел голову просто ёпта это же верту да и ему просто делка заряжает в самаре в этом баре короче говорит а это что это у тебя такая вообще ну такие непосредственные люди есть которые знаешь без задней мысли сразу таки ой это что это у тебя такой-то это китайский телефон какой-то странный блять ну она реально так говорила без шутя по ходу дела он взял просто так вот это все так обрушилось ну это один из поводов но он у него сейчас по итогу валяется он просто берет куда-нибудь когда в китае ездит чтобы лишнюю симку туда это была скрытая реклама айфона да и вот ректор не у него тоже был период когда он думал что вот это сейчас мне прям вот даст вот зачем мы твердо что передо мной вы ел быц нет володя смотрел все равно говорю я вообще не понимаю ну часы это да то есть у меня другие понты были на тот момент а потом человек это перерастает и он это выбрасывает то есть я к чему что когда-нибудь вы перерастете эти там рубашки хуяшки особенно понимаешь что они не работают то есть и вы перерастете в какое-то очень довольно быстрое время не то чтобы совсем от них нужно отказывать это все есть это как у меня антоха вот кореш в питере он купил себе каен я давно его не видел я сажусь он за мной заезжает там блять каен на 7 мультов я захожу сажусь вот каен гоу антоха пиздатый тас короче он говорит блин я это только слышите от посторонних людей вспоминаю что он реально такой потому что я уже вот месяц езжу и я забыл что он такой я просто привык то есть это как я на своей тачке первые там неделю ездил думал вот это так это так и в любом случае у меня просто удочки сука там присадки термос какой-то чай у меня просто лежит набор рыбака короче я его не уже месяц не могу разгрести потому что мне некогда самая рыбацкая тачка ну все сами спасибо тебе за интервью отлично поговорили узнали очень много нового я надеюсь что вы тоже после этой истории сейчас сломанетесь просто все на тренинг уже ссылка под этим видео мы вас ждем с 7 по 10 ноября уже собственно через достаточно большое время но это говорит только о том что вам нужно заранее забронировать себе места потому что они кончаются и самое главное что в этом наборе у нас будет производиться тренинг трениров я правильно в этом еще более информативно расскажем у нас есть сейчас потребность новой крови нового резерва новой гвардии как угодно это можно назвать мы хотим начать отбор каких-то потенциальных тренеров я вам скажу честно что после этого тренинга вот так сразу вы не становитесь тренером но в нем мы будем смотреть на вас с точки зрения того приглашать вас к себе первый шаг кстати да может кстати можно после этого абсолютно бесплатно стать саппортом в тренинге то есть это быть помощником учиться на тренера кстати вы очень часто допустим когда чуваки приезжают к нам в тренинге потом уезжает обратно в свои города и там им нужна как бы помощь мы выезжать туда по каким-то причинам не можем вы тоже возвращаться в москву там не можете но если вы вдруг захотите в своем городе быть допустим там представителям да как бы от нашего тренинга то в принципе этот вариант тоже будет рассматриваться если там в питере живешь там или в каком-то там городе то есть смысл допустим если мы работаем в москве то мы можем к тебе лично отправлять туда людей также наши дальнейшая перспектива мы хотим открыть институт наставничество институт это как образное слово то есть чтобы у нас в каждом крупном городе россии средний круг из представляем все таки с ним в коронах у нас таки маня ребят но при этом история следующая что вы должны прийти на тренинг тренеров это обычный тренинг для вас вы там должны показать класс какой-то уровень если вы его показываете и говорите что я заинтересован вы становитесь саппортом это у вас и появляется возможность приезжать на следующий тренинг и помогать уже начинающим ребятам плюс для вас это очень большой опыт потому что видя то же самое что с вами было месяц назад эти косяки вы еще раз их проживаете проходите вы еще раз это все от себя отсекаете не нужно вы сами там растете вы помогаете расти другим и в дальнейшем уже смотрим на перспективу того как стать тренером это из серии для тех чтобы вы сразу не звонили которые иногда в такой момент звонят вы знаете я проходил тренинг и тут должен быть какой-то пик ну какого-то проекта можно я у вас тут поживу ребят все ссылки под этим видео с 7 по 10 ноября центр москвы вы порядка 20-25 человек таких же как вы разного возраста ну и собственно тренерский состав это денис это юра это я и еще у нас куча саппортов помощников будем вместе с вами менять вашу жизнь как-то внедрять в нее женщину наконец-то уже пора на снимать свою рубашку все вырубаем и Продолжение следует...